Итак, дорогие друзья, все, мы стартуем, 57 урок, 57 урок, извиняюсь за опоздание, значит, мы стремимся к точности, как в Швейцарии, но мы не в Швейцарии, вот, зато у нас есть древо жизни для тех, кто за него держится. Вот, я теперь понял, почему евреи опаздывают, потому что у нас, особенно религиозные евреи, они все время опаздывают, то есть, это прям принято, если в Иерусалиме свадьба или брит, назначенная там на 7, ну, на какое-то время, то начинается через час, через два, позже, это обычное дело. Так, почему евреи никуда не спешат, знаете? Потому что вечность впереди, просто реальная вечность, куда спешить? Тора, древо жизни для тех, кто за нее держится, вот видите, древо жизни, о, впереди вечность, это вот человек живет, потом умирает, потом идет рай, потом идет, ну, в раю там долго, и потом, джжжж, олам и ба, грядущий мир, куда спешить? Я вчера, кстати, познакомился с друзом, с глава друзов Израиля, депутат Кнесета, и мы с ним долго разговаривали, друзы это потом те Итро, это потом те Итро, и которых у них Итро главный пророк, и у них идет вот эта их вера от Итро. Интересно, что у друзов два миллиона всего в мире, и держится это количество их все время, потому что они женятся друзом, считается только тот, у кого и папа, и мама друзы, и папа, и мама, и друзом нельзя стать. То есть они прямо, и они вот ведут свой род от Итро, зять этот, тесть Моше, который, пророк, который обучил Моше многим вещам, он был, именно в Торе даже написано, дарование Торе было в 10 заповедей в главе Итро, то есть он как бы, о, Итро. И они прямо его чтят, это у них пророк номер один и Тро, на Ви. Такой друз, он глава друзов Израиля, он в Кнесете, в Кнесете в Израильском, он написал 8 книг, доктор истории, именно про друзов, про их историю, там про все, религиозные верующие, но у них очень закрытая религия. Вот, интересно, конечно, было. Хорошо, теперь мы возвращаемся к притчам, к притчам царя Солмона, всем шалом, Магда Манола, Вадим Исаев, Всем шалом, Тим, Дмитрий, Тим, Дмитрий, шалом, все, Яков Шатадин, бессмены наш, Яков Шатадин, участник. Хорошо, значит, мы сейчас находимся в 29-м, в 29-м отрывке мы находимся, и здесь продолжает царь Соломона, ты, Мини Торы, объяснять, как вообще вся разворачивалась строение мироздания. В 29-м отрывке 8-й главы говорится так, Значит, он говорит, когда Бог поставил море и поставил ему законы, какие законы он поставил, чтобы вода не переходила никуда, что имеется в виду, и по его законам была создана земля. Значит, когда он придумал этот мир, мироздание, а в нем вот, ну оно все разворачивалось, разворачивалось, и главное место мироздания это планета Земля, где живем мы с вами, такие люди, которые по образу Бога. Почему он так решил? Зачем нужно было делать всю эту огромную вселенную, чтобы мы здесь жили? Непонятно. Но, как бы, пока месть, нету никаких следов жизни, разума во вселенной? Нету. Как не ищут, как не разыскивают, как не пытаются найти? Нету. Только мы есть. И вот, значит, получается, вся вселенная для нас, представляете? Вся вселенная, вообще, весь этот, все эти спецэффекты, большой взрыв, там, миллиарды этих звезд, все, все для нас. И Бог так установил законы, что водичка, она стекается в море. И она стекается, а море не наполняется. Это он в другой книге сказал в Экклезиасте, что воды все стекаются, но море не наполняется. Рети все текут вниз, но, тем не менее, почему не переполняется? Он так установил законы, что прямо вот хоть одна была бы деталька нарушена, жизни бы не было. Но он так все установил, что все держится. Вода, значит, она с гор там, или с неба течет дожди, потом она испаряется, поднимается на небо. Круговорот воды в природе. А недавно я узнал, что, оказывается, есть еще подземные источники, громаднейшие подземные источники. То есть, вот есть сверху океаны, потом земная кора, и внутри есть подземные еще океаны. То есть, он еще там запас воды нам сделал, так что не надо волноваться, воды хватит. И так он установил вот эти вот, и морям он установил законы, и земле он установил законы. Тридцатый отрывок. Вееет слово Амон, вее, шашу, шашуим, йом, йом. И были, и была я, вее, это сейчас как бы Тора говорит, и я была у него. Амон, это как, Малбин переводит слово Амон, что, сейчас, это слово киелет шашуим. То есть, она говорит, я у Бога была, Хохма говорит, да, что я у Бога была как ребенок, который играет. То есть, он как бы запустил этот процесс, как вот сейчас мы создаем искусственный интеллект, люди создают. А потом этот искусственный интеллект, он даже сейчас обыграл, вы знаете, что сейчас произошло там какое-то знаковое событие. То есть, то, что компьютер выиграл у Гарри Каспарова, это уже там прошло много лет, у чемпиона мира по шахматам. Но была такая игра, в которой, ну, никак компьютер не мог обыграть человека, это игра какая-то из Го. Игра Го, стратегическая игра, и там они такие стратегии эти, гаисты, что, ну, невозможно. Это намного сложнее, чем шахматы. И вот что оказалось, что сейчас уже компьютер обыграл самого крутого мастера этой игры Го. Все, уже как бы искусственный интеллект умнее, чем человек. И божественная мудрость, она говорит, что я была у него как ОМОН. ОМОН это, мало ли, объясняет, как ребенок, который играет в Е-Ша-Шу-Им, Йом-Йом. И играла я для него Йом-Йом. Потом появилось время. Вначале была просто божественная мудрость, Бог, и эта система разворачивалась. То есть, он как бы ДНК отпустил, и оно разворачивалось, это ДНК. То есть, вот эта божественная хохма, она дальше сама формировала реальность. А Бог просто за этим, как бы, если так можно сказать, наблюдал, как она разворачивается. И потом в какой-то момент появилось время. А в какой момент появилось время? Когда появился человек. Потому что для Бога нет времени, все одновременно. А когда появился человек, который своим мозгом, он не может охватить, что все одновременно. Ему нужно обязательно что-то, чтобы было, вот это будущее. А где оно будущее? Ты же сейчас здесь находишься. Нет, будущее где-то там. А вот прошлое, оно где-то там. Нету ни там, ни там. Есть только здесь. Но человек в его мышлении, он расставляет, как бы, линия времени, это называется. Он разворачивает эту линейку времени. Ему нужно обязательно, чтобы были какие-то отрезки, да, чтобы как-то считать. И здесь это вот обозначено в 30-м отрывке. И была я для него как игра, йом-йом, день-день. Появился день-день. Когда божественная мудрость сюда перешла. Играет перед ним во все, в любое время. То есть появился уже такое понятие, как время. То есть Бог создал вот эту вот, можно сказать, божественная мудрость, это искусственный интеллект, но который работает по аксиомам, которые заложил изначально Бог. Он заложил нити-алгоритм. Дальше этот алгоритм начал работать. И эта система разворачивается. Очень все синхронно, хорошо, удобненько разворачивается. И в какой-то момент появляется время. То есть в какой-то момент начинает появляться время. Теперь дальше. 31-й отрывок. Миса Хэггет Бетевель Арцо. Что играет, теперь уже вот эта божественная мудрость, она играет. Весь этот мир, он устроен как игра. То есть в игре есть, что можно делать, что нельзя делать. Победители, проигравшие, какие-то команды. То есть все это не просто какая-то тупая махина. Интересно. То есть Бог... Интересно, я сегодня только думал, что вот процесс, например, исхода из Едипта, да, это центральный момент, когда Бог дал Тору, ну, объяснил, как все работает. И сам этот процесс как был? Была в начале, он выбрал Авраама. То есть Авраама, Авину, про отец Авраам, он договорился с Богом, он как бы прилепился к нему. Он говорит, я понял, что есть у мира хозяин, и я хочу быть только с тобой. Бог говорит, отлично, все. Союз обрезания, брит мила, значит, сделали они союз. Там еще был союз Бен-Абет-Арим. Ну, в общем, они установили союз, законнектились. Теперь Авраама, Авину, у него появляется сын Ицхак, потом Яков, потом 12 сыновей. И тут Бог говорит, а теперь все в Едипет. И отправляет их на 210 лет египетского рабства. А всего это было 400 лет от момента рождения Ицхака. Значит, зачем? Ты же, ну, союз, все. Значит, рабство, тяжелейшее, тяжелейшее рабство, сдавливается, пружина сдавливается, сдавливается. Потом, бах, 10 казней египетских. Но что это были за казни? То есть, для кого-то это были казни, а для кого-то это было, значит, спасение, да, вот эти вот казни. А для кого-то, для Бога, интересно, что он сам это называет, как я игрался в Египте. Есть в истории такое слово, Италяльти, Бемицраем. Италяльти, это я игрался в Египте. Для Бога это была игра. Значит, 10 вот этих казней, спецэффекты. Потом выход. Потом, бах, море раступилось. Потом, бах, ман идет, каждый день выпадает этот ман. То есть, это чистая игра, настоящая игра такая, да. И вот здесь говорится в 31 отрывке, Месахекет Бетевель Арцо, что играет, играет в Тевель, это как Вселенная обычно переводят, да. Играет Вселенная в его земле, шашуи, эдмнеадам, игрушка для людей. О, вот тут начинается интересная история. Значит, написано, что Бог дал Тору, когда, и смешна такая, в Пертьевод, говорится, прекрасен человек, который создан по образу Бога. Дополнительно ему прекрасность дана, что ему в Торе сообщено, что он создан по образу Бога. То есть, ты не просто, бывает, что человек создан по образу Бога, он говорит, я обезьяна. Вот конкретно, я вчера с одной, я с друзом вчера познакомился, глава друза в Израиле. И с девушкой, которая говорила, а я ни во что не верю, я говорит, я вообще не верю, я гностик, она говорит, я гностик, не верю, говорит. Ни во что не верю, ни в какие религии, ни во что не верю. То есть, это как игра такая, да, он отдал, он отдал, секунду, еще раз, Мишнаф-Пертья, вот, прекрасен человек, что создан по образу Бога, прекрасность дополнительно отдана ему, что сообщено ему в Торе, что он создан по образу Бога. Прекрасный Исраэль, народ Израиля, что называется сыновья для Бога, то есть, сын это тот, кто идет по заветам отца, тот, кто учит Тору, тот, кто принял Тору, это тот, кто сын для Бога, и, значит, сыновья вы для Бога, прекрасность дополнительно сообщена Израилю, что они называются сыновья для Бога в Торе, что они знают об этом. Дальше, прекрасен Исраэль, что дал я им клихэмда на татилахэм, лаэм, им, что я дал им инструмент прекрасный, Тору свою, не оставляйте ее. То есть, Бог в какой-то момент, когда вышли из Едипта, Он передал вот этот инструмент, которым Он сотворял мир, Он его передал Мошер-Абэйну и еврейскому народу, нате вам, и они приняли Тору. И Он говорит, все, теперь давайте, по законам вы должны мир исправить, и гейм-овер, заканчивается этот этап игры, и мир переходит на следующий этап духовного развития, получения награды. Понятно, все понятно, сделаем, и потом будем разбираться. Сказали сына Израиля, получили Тору, и не сделали. И не сделали. Теперь есть интересная история в Талмуде, которая показывает, как эта штука работает. Значит, были мудрецы, которые знали в Сутору, и мудрецам Бог сказал, что по мнению мудрецов здесь устанавливается закон. Сидят мудрецы, значит, Раби Юшуа, главный из мудрецов, и Раби Элезар Агадоль, который вообще был великим Раби Элезаром, называли. Он знал в Сутору, он был самый великий из мудрецов. Прямо в перте, вот написано, что он был, если положить всех мудрецов на одну чашу весов, а его на другую чашу, то он перевесит всех. И говорит Раби Элезар по одному вопросу, он говорит, это там печка, я не помню, он сказал, она не кошерная, а они сказали, она да, кошерная. Был у них какой-то аллахический спор с мудрецами. В Торе написано, что нужно идти за большинством, но он был самый великий из них. И он им говорит, нет, говорит, я вам говорю, что аллахаз, закон, как я сказал. Раби Юшуа говорит, в Торе написано, что за большинством, закон идет за большинством. Раби Элезар говорит, сейчас я вам докажу, говорит, пускай, говорит, вот это дерево, если я прав, оно сейчас прыгнет на 100 метров. Значит, и прыгает дерево на 100 метров. А Раби Юшуа ему говорит, вы извините, говорит, но мы не принимаем доказательства деревьев. Нам, что дерево прыгает, не прыгает, это вообще не доказательство. Он говорит, хорошо, говорит, если вы от деревьев не принимаете, тогда вот сейчас вот это вот здесь ручей протекает, река. Пускай течет в другую сторону, если я прав, если закон, как я говорю. Ручей начинает идти в другую сторону. Раби Юшуа говорит, вы извините, говорит, но мы не принимаем доказательства от ручьев тоже. Нам это не доказательство. Раби Элезар говорит, пусть, говорит, тогда стены дома докажут. Стены начинают падать. Раби Юшуа говорит, стоп, говорит, стена. Значит, что в Торе написано? Что лоба шамами, не на небе она. Шамам, шамам ля ше, небо небо для Бога. Он сказал, ваарец натальебны адам, землю он дал людям. И он говорит, поэтому в Торе написано, что закон за большинством, и написано в Торе, что сейчас Тора на земле. То есть мы устанавливаем закон. Все говорит, что, какие вопросы? Тогда Раби Элезар говорит, пускай небесный голос, пускай небо подтвердит, что я прав. Тогда раздается небесный голос и говорит, закон во всех местах, как Раби Элезар. Все. Небесный голос уже с неба, ну, Бог, считай, подтвердил. Раби Юшуа небесному голосу отвечает. Говорит, написано в Торе лоба шамами, не на небе она, а она здесь. Поэтому раз написано, что закон идет за большинством, и мы большинством говорим, что Аллаха вот так. Все. А если он не соглашается с большинством, мы его отлучаем от... Мы его, есть такое понятие, как отлучаем от общины. Все. К Раби Элезару, пока он не согласится с мнением большинства, не подходить, с ним не молиться в Миньяне, подходить ближе, чем на два метра запрещено, до свидания. И он до конца жизни, он не признал. Он говорит, я прав. И он так и не вошел в... Ну, у них не было соединения. Потом там Раби Атива, великий Раби Атива, глава мудрецов следующего поколения, когда умер Раби Элезар, он плакал на его там камне, на котором тот сидел и говорил, умерла Тора. То есть, это интересная история. Но самое интересное ее продолжение, когда кто-то из мудрецов, которые в этой истории участвовали, встретил Ильяу Анови. Ильяу Анови, пророк Ильяу. Кстати, интересно, что у друзов есть пять святых пророков, кого они считают пророками. Начинать с Итро, Авраам, у них тоже святой, ну там, и один из пяти это Ильяу Анови. И центр у них, у друзов, это гора Кармель. Он живет на горе Кармель, этот с ним я разговаривал. Да. Очень интересно. И вот Илья Анови, это тот пророк, который живым поднялся на небо, и он периодически спускается. Он как бы не умер в обычном понимании этого слова. И как-то один из мудрецов встретил Илья Анови, и ему говорит, это все в Талмуде записано. И говорит ему, а скажи, а что было на небе в это время, пока происходила вся эта история? Он говорил, а на небе Бог смеялся и говорил, ницху ни банай, победили меня мои сыновья. И смеялся, и говорил, победили меня мои сыновья. Значит, и здесь это написано у нас в 31 отрывке 8 главы, можете прям поверить. Мисс Ахэгет Бет Эвэль Артсо, что она rejoicing, rejoicing на английском, in his inhabited world, это я не понимаю, что finding the light with mankind, я не знаю эти все слова. В населенном и в мире. Значит, играется она в населенном, это он переводит, вот прочитай, как написано. Это 31? Да, 31, сейчас он посмотрит. Веселась на обитаемой земле его, и оправдась моя с ценами человечества. Вот, значит, она играется в населенной им земле, и играется она с людьми. Божественная мудрость, то есть божественная мудрость, она уже у людей находится. И последнее, все, 32 отрывок, и теперь он говорит, когда вы все это знаете, ваша жизнь никогда не будет прежней. Он говорит, теперь 32 отрывок. Вы от Абаним, а теперь, говорит, сыновья, Шимули, послушайте меня, он говорит еще раз, послушайте меня. Вы Ашры, Драхай и Шмеру, и счастливые, которые мои пути будут сохранять. Он говорит, теперь вы все это знаете. То есть вы знаете, какая у вас есть сила громадная менять мир. Вы знаете, какой мир вообще, насколько он великий, огромный, непостижимый. И теперь выбирайте. То есть он говорит, а теперь, говорит, послушайте меня, сыновья, и счастлив, которые мои пути будут сохранять. То есть тот, кто принимает вот эти вот основы, аксиомы Торы, и он идет по жизни, по этим большим путям, он счастлив. Написано, счастлив ты в этом мире, и будешь счастлив ты в мире грядущем. То есть он выигрывает и этот мир, и другой мир. Я, кстати, вот с этой девушкой, которая была агностиком вчера, я ей говорю, она вот докажи мне, что религия, что твоя вера правильная. Я говорю, а мне не надо доказывать. Я говорю, моя вера, она оптимистичная, она перспективная, она добрая, хорошая и светлая. А твоя вера, что все это неправда, не верю людям, не верю, я обезьяна, люди обезьяны. Твоя вера пустая, беспонтовая и глупая. И мне не надо доказывать, что моя вера правильная. Это вера. Я верю вот в такой мир, а ты веришь в мир другой. И живи в своем мире, в котором все бесперспективно, темно, глупо и, ну, никак. Все, вот зачем мне доказывать? Особенно человеку, который не хочет услышать. Хорошо. Теперь, значит, 33-й отрывок. Шиму мусар в хахаму в альтифраум. Он говорит, и теперь опять он возвращается к самой технологии, технология процесса. Послушайте мусар. Он говорит, есть такое понятие, как мусар. Значит, природа человека – это животное. И его интеллект, он хочет сорвать все заслоны для того, чтобы получать удовольствие и все. Вот спроси любого человека. Даже не надо спрашивать. Я вам сейчас говорю конкретно. Все люди в мире одинаковы. Они хотят получать удовольствие, чтобы было меньше головняка. Все. Вот это главное качество всех людей. Хочу больше кайфовать и меньше страдать. Больше кайфовать, меньше страдать. Единственное, что у всех путаница. Что значит краткосрочное? Иногда люди выбирают краткосрочное удовольствие, наркотики, и потом страдают долгосрочно от ломок. Иногда люди выбирают краткосрочное удовольствие полениться и ничего не сделать. И потом страдают от болезни, ожирения и ранней смерти. Иногда люди выбирают краткосрочное страдание, например, тренировка, для того, чтобы потом получить больше удовольствия от избытка энергии. Ну и так далее. Но все время идет вот эти вот качели между удовольствием и страданием. Так, Тора, вот эти вот основы, специально Бог так сделал, она противоречит природе человека. Там нет ни удовольствия, там нет ни страдания, там есть просто правила, которые абсолютно необъяснимы с точки зрения интеллекта, потому что их придумал Бог. И ты должен выбрать, или я выбираю необъяснимые с точки зрения интеллекта правила и выстраиваю свою жизнь ради того, чтобы эти правила выполнять, и у меня количество удовольствия и страдания будет тем же самым, как если я буду выстраивать свою жизнь как болельщик Реала или как футбольный фанат или так далее. То есть человек в любом случае выстраивает свою жизнь вокруг набора каких-то правил, которые не он придумал. Но, если человек выстраивает вокруг Торы, тогда он через это соединяется с Богом. И инструмент, который заставляет человека что-то делать, называется мусар. Мусар это от слова страдания, лиясер, и от слова маасар это тюрьма. Тюрьма это как бы заграждение такое, да? И он говорит в 33 отрывке, теперь он говорит, если вы все-таки понимаете важность хохмы, божественной мудрости, важность Торы, послушайте мусар. То есть обучитесь вот этому мусару. Мусар это как психология Торы, как поставить себя под власть своего интеллекта. Как сделать так, чтобы управлял тобой чистый, прозрачный, ясный интеллект, который соединен через Тору с интеллектом Бога, да, с Богом. И как сделать так, чтобы животное тело подчинялось, подчинялось твоему интеллекту? Это называется мусар. Вы хохму, и вы тогда получите вот эту хохму, божественную мудрость. Тогда она у вас установится как операционная система. И тогда аль тифрау, и тогда вы не будете расхрыстаны, да, на русском есть такое слово, или на украинском расхрыстаны. То есть растрепанные, распушенные такие, разболтанные и расплющенные, да. Все, это 33-й был отрывок. У нас в этой главе осталось еще несколько отрывков. Значит, 34, 35, 36. Но мы сегодня уже не успеем, в следующий раз мы их изучим. Значит, что мы сегодня поняли? Что система мироздания, она очень, я лично понял, очень мудро построена, все работает идеально. Дальше Бог дал Тору нам, и это как игра. Он смотрит, что выберем мы. Каждый из нас должен что-то выбрать, и все мы будем получать результаты каждой из своих действий. Значит, для того, чтобы выбрать Тору, нужно изучить мусар. Мусар – это умение управлять собой. Тот, кто умеет управлять собой, у того открыты ему все дороги. Все, друзья, это то, что понял я. Напишите, что поняли вы. Значит, завтра я не буду проводить, и послезавтра урок будет Этан проводить супер-мега уроки на тему какую. Он сейчас готовится, а я в это время постараюсь, если успею, изучить. Вот я сегодня тоже утром думал, что мне очень интересно вообще про Шлома Амелыха изучить вот в Торе, в Танахе, что рассказывается про него. Потому что, очень интересно, он всю жизнь стремился к Шалому, к миру. Можно даже Якова Шатадина попросить. У нас столько есть авторов, они такие крутые статьи пишут. Может быть, попросить кого-то написать про Шлома Амелыха, собрать всю информацию. Он, его имя даже было Шалом, он стремился к Шалому, да. Он женился 700 жен, чтобы был Шалом. Не было воин в его время. Но, когда он только стал царем, он приказал казнить своего брата, который держался за жертвенник. Но он вначале, брат хотел убить Шлома, и потом убежал к жертвеннику. Шлом Амелых сказал, его казнить. То есть, как сочеталось в нем вот это вот стремление к Шалому любой ценой, и в начало его пути, то, что я помню из Торы, это была бескомпромиссная борьба со злом. То есть, то, что зло, он его резко уничтожал. Но потом он всю жизнь стремился к Шалому. Вот интересная его история. Все, друзья, пишем свои три вывода обязательно. Если не сделать вывод, то оно не останется. И дальше своими выводами делимся с друзьями, со знакомыми. Повторяем эти выводы для того, чтобы встроить их в свою систему мышления, и чтобы смотреть на мир сквозь Тору. Тора 5778 – лучшая операционная система. Рекламируем лучшую операционную систему в мире, которая ведет нас к древу жизни, и со всеми вытекающими отсюда прекрасными последствиями. богатство, почет, здоровье, долголетие – все это есть в Торе. И все это я вам желаю удачи и успехов. Пока.